Война – дело молодых. Вот так, с широкой улыбкой, даже в самых сложных обстоятельствах. Казалось, Николай Курсаков идет по жизни легко. Ему нетрудно было учиться в школе и в любой момент приходить на помощь. Таким его помнят одноклассники и учителя. Коля, надо почистить корт. Сейчас, Елена Александровна, все, на пороге, чистим корт. Неделю. Неделю. Какой там третий урок? Да, мы идем чистить корт. Ну, вы знаете, все это настолько по-доброму и настолько душевно было, что ругаться на них просто не хотелось. Потому что они, хотя и баловались, но оба окончили школу на 4-5. То есть учились они хорошо. Коля, конечно, осознал то, что он заканчивает школу только в мае 11 класса. Он говорит, как, мы школу заканчивали? Я говорю, Коля, ты что, проснулся, что ли, или что? Ничего, мы коллективно делали домашнюю работу. Да, все сложилось, да, прекрасно. Пять человек из класса, которые выпустила Елена Бузаева, в результате поступили в военные вузы. В том числе лучшие друзья Николай и Роман. Если что-то в школе случалось, уже знали без фамилии, что это обязательно были мы. В трудную минуту приходили друг другу на помощь, всегда подставляли мужские дружественные плечи. В школе нас воспитывали в духе уважения, любви, патриотизма. Когда мы с Колей гуляли, я уже поняла, что он будет таким героем, потому что на улице лежал человек, возможно, в состоянии алкогольного пенения, и он его поднял, на себя дотащил до дома, узнал, где он живет. То есть он не мог пройти мимо. Не мог пройти мимо, когда кто-то был в беде. Я помню, как-то нам учительница сказала в классе третьем, четвертом, Марина Владимировна, что надо девочкам помогать нести портфель, они же тяжелые. Я помню, а мы все жили вот в правой стороне от школы, на Есенино, ну в разных домах. И Коля пошел в портфель иметь, девчонки за ним, он каждую до подъезда. Вот это я тоже четко помню, как он нас всех провожал. Основной роль сыграло воспитание родителей, потому что я даже вспоминаю один инцидент, когда мальчики баловались, Коля один из них, и в ходе, скажем так, их игры был задет мой портфель, а я в детстве была очень такая плаксивая, слабенький ребенок в этом смысле. И я пришла, расплакала, что мне сумку испортили, моя мама звонит Алене Леонидовне. Алена так и так. Коля приходит после школы, забирает мой портфель, стирать. При этом это инициатива не моей мамы была, а мама Коля. Коля не хотел бы видеть слезы. Это повторяют все, кто знал парня. Даже маленьким ребенком он пытался всех радовать. Улыбчивый с первого дня, шустрый мальчик и доброжелательный. Шустрый, ну везде старался помочь. Быть заводилой этому невозможно научить. А родители вспоминают, как направляли кипучую энергию ребенка в нужное русло. Просто хотел быть генералом. Мы стали ему объяснять, что чтобы стать генералом, это надо очень много пройти. Это должна быть и физическая подготовка, это и морально должен человек подготовлен быть. И, извините, генерал, это управленец, который должен управлять людьми. А какой он генерал будет, если его никто не будет слушать. То есть он должен был себе выработать эти качества, чтобы он руководил людьми. И, наверное, вот все началось со школы. В роду у нас нет военных. Я работаю на железной дороге уже 32-й год. Когда я узнал, куда он хочет поступать, а в первую очередь он захотел поступить в высшее военное кремлевское училище командное, я вообще очень сильно задумался об этом. Младший брат Никита, тоже Н.В. Курсаков, вслед за старшим, стал заниматься спортом, готовиться к поступлению в военное училище. Ну, вот так друг друга шевелили. И занимались периодически. И это, знаете, да у своих плодов. То есть это не работа одного человека, это работа коллектива. Прежде всего. Ну, мы тоже так, чего лежите? Чего стоите? Ну, мы подкалываем нас. Ну, и мы как-то разворачивались, пошли. А я обращался к нему частенько в совет. Что будет, как поступить и так далее. И, знаете, эти советы действительно работают. Сейчас Никита – курсант Ярославского военного училища. Николай – выпускник Кремлевского. Поступить в Москву было мечтой, к которой Коля шел три года. Новость о зачислении пришла в день его рождения, 23 июля. Душу все-таки не то, что вкладываешь, это же наша гордость. Поэтому, чтобы не было стыдно, в первую очередь перед собой. Коля с большим светлым чувством будем вспоминать. Очень больно, когда уходят такие люди. Коля был очень хорошим человеком. Очень жаль, что такие люди уходят. Этой весной во дворе 64-й школы, где учился Николай Курсаков, ученики и педагоги посадили дерево. За клёном ухаживают, и он дал побеги на новом месте. Погиб Николай на Пасху, поминальные дни выпали на все православные праздники. И по совпадению, даже открытие мемориальной доски было в день преображения. Герои живут среди нас, в обычной семье, в обычной школе. Такой замечательный, такой цельный, такой сильный мальчик. Не мальчик, а мужчина. Настоящий мужчина, который не раз рисковал своей жизнью и не просто с честью выполнил свой долг. Одно мгновение, и в Англии встает с зарядом прахом с севером, и ты становишься примером для геройных на земле. Море красных гвоздик у мемориальной доски. Несмотря на каникулы, в школьном дворе собрались сотни учеников. Пришли еще друзья, родственники, соседи, одноклассники. Коля, мы всегда будем тебя помнить. Наталья Будник, Александр Власов. События. Брянск.